Друзья, всем привет! Сегодня хочу затронуть такую тему, как расход топлива на нейтралке. То есть многие в сети интернет задаются вопросом, как же все-таки правильно тормозить, то есть при торможении переходить на нейтралку или выжимать ли сцепление, либо тормозить на передаче. С точки зрения безопасности, все контрраварийные школы обычно учат в стандартных ситуациях, то есть когда у тебя не аварийная ситуация, а просто тебе нужно сбросить скорость, притормозить перед перекрестком, перед цветофором, всегда рекомендуют тормозить на передаче, то есть не выключать передачу, не выжимать сцепление, не переходить на нейтралку, потому что в таком случае получается у тебя, когда ты тормозишь на передаче, все равно крутящий момент передается на ведущие колеса, то есть, во-первых, их сложнее заблокировать при торможении, то есть они продолжают крутиться, особенно это актуально для тех машин, у кого нет АБС. Во-вторых, у тебя сохраняется тяга, то есть в случае какого-то резкого маневра, то есть у тебя там резко надо будет объехать кого-то или что-то еще сделать, у тебя будет возможность просто нажать на газ, получается, и ускориться, и начать двигаться опять, перейти от торможения к разгону. Соответственно, если же ты едешь на нейтралке, либо с выжатым сцеплением, тебе нужно будет еще в случае нейтралки еще выбрать правильную передачу, то есть у тебя скорость постоянно же меняется, ты ехал на четвертую, например, перешел на нейтралку, притормаживаешь, тебе уже, возможно, придется переходить на третью скорость. То есть пока ты выжмешь сцепление, включишь передачу, отпустишь сцепление, нажмешь на газ, драгоценные секунды пройдут, и ты можешь просто в экстренной ситуации не успеть реагировать, не сделать правильный маневр, что может, соответственно, привести к ДТП. Что касается расхода топлива, здесь ситуация точно такая же, то есть при торможении на передаче у современных автомобилей отключается подача топлива. То есть как это происходит? Современные автомобили, у них же есть блок управления двигателем, ЭБУ так называемый, электронный блок управления двигателем. Соответственно, ты, например, едешь на четвертой передаче, по трассе где ты едешь, едешь, начинается у тебя спуск, ты убираешь ногу с педалей газа, передачу оставляешь так же, как у тебя была четвертая, ЭБУ, получается, анализирует, то есть он видит степень открытия дроссельной заслонки, то есть ты педаль газа отпустил, у тебя закрыла заслонка, то есть заслонка, получается, закрыта, при этом он понимает, какая скорость, потому что стоит датчик скорости для спидометра, понимает, что машина движется довольно-таки быстро, и видит обороты на тахометре, то есть, получается, педаль отпущена, скорость у автомобиля есть, он движется, и обороты, получается, не нулевые, то есть машина не заглушена, двигатель, получается, коленвал его крутится, и при такой ситуации, получается, ЭБУ просто отключает подачу топлива, То есть получается, что, во-первых, у тебя начинается торможение двигателями из-за этого, потому что двигатель крутит не колеса, получается, крутят двигатель, а наоборот. То есть движущиеся по инерции колеса, они раскручивают, получается, двигатель. Двигатель выступает в этом случае как компрессор, то есть он создает определенное сопротивление качению и, соответственно, помогает затормозить, помогает сбросить скорость. То есть как раз-таки это и называется торможение двигателем. Это вот первый такой плюс. И второй плюс – это снижение расхода топлива. То есть, когда ты так длительно едешь накатом, получается, не выключая передачу, у тебя расход топлива становится равен нулю. То есть, подача топлива на форсунке полностью отрубается. И, соответственно, по инерции просто крутятся колеса, крутится коленвал от колес. И по инерции машина просто катится. Получается, на воздухе она катится. То есть, подача топлива полностью обнуляется. Сейчас я это продемонстрирую на ходу. То есть, если у вас стоит борт компьютера на машине, это можно самому даже проверить. То есть, прокатим сейчас покажу на нейтралке, какой расход будет показывать борт компьютера. Ну, то есть, текущий мгновенный расход, не средний, а мгновенный именно, в текущий момент времени. И какой расход будет при включенной передаче. То есть, как мы понимаем, на нейтралке двигатель работает в режиме холостого хода. И в режиме холостого хода все равно там расход где-то 0,4-0,5 литров обычно уходит. То есть, двигатель получается работать на топливе. А когда тормозишь двигателем, то по инерции просто в цилиндрах, получается, поршни гуляют, коленвал крутится, но расход топлива не идет. Все, давайте смотреть. Итак, ребята, давайте смотреть. Сейчас я поеду, посмотрим, какой будет расход топлива. Сейчас я вот стою просто на дороге, прямая дорога ровная. И попробуем сделать такой эксперимент небольшой. Так вот, я начинаю движение, мы видим, как резко растет расход. Оно и понятно. На второй передаче разгоняюсь. Третья. И перехожу на нейтралку. То есть, вот мы видим расход на нейтралке. Он прыгает, меняется, но он есть. Тем не менее, вот, 3,5 литра, сейчас показывают, 3,2. То есть, машина сейчас полностью катится на нейтралке. И на передаче, на газ я вообще не нажимаю. Тем не менее, расход топлива идет, получается. И теперь то же самое. По тому же участку я проедусь уже на передаче. То есть, я сейчас вот разгоняюсь. Вторая. Третья. Немножко разгон даю. И просто опускаю педаль газа. То есть, вот, расход топлива ровно 0 показывает текущий. Естественно, скорость при этом падает. То есть, если надо разогнаться, я добавляю. Педаль газ нажимаю, опять расход идет. Отпускаю полностью. Все, опять обнулился. То есть, машина едет на передаче. Расход топлива при этом равен нулю. Наибольший эффект при этом достигается, естественно, не в городе, а на трассах. То есть, на затяжных различных подъемах, спусках, на прямых. Можно довольно-таки сильно сэкономить на топливе. Поэтому самый больший эффект достигается на трассе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова